привет сегодня мы поковыряемся в особенностях звучания и это наверное о нем чаще гораздо гораздо чаще чем об остальных просили сделать видос и вот я вашу просьбу выполняю меня по прежнему зовут стас гарф прод и тональность на сегодня д минор то есть ре минор и добавим первым делом конечно же серум у нас все сегодня будет вокруг серума крутится кроме одного об этом подробнее позже основным паком на сегодня будет войт первым делом хочу добавить конь басет вот этот лучше всего он будет нашим именно основным таким заполняющим звуком в основном я буду ориентироваться на треке по звучанию с нового альбома который то ли ефи то ли как-то так мы могли бы написать вообще что-то супер простое что-то типа это вполне в духе это потому что мне показалось что самая главная закономерность его мелодий это ритмичность это простота и это использование переходов между соседними нотками то есть между полутонами любом скейле есть ноты которые входят в скейл и при этом находится рядом друг с другом это например в случае р это ля и ля диез и например ми и фа а мне в голову пришла вот такая мелодия давайте и запишем теперь нужно продлить это на восемь тактов и добавить какой-нибудь следующий звук у нас будут мелодии которые будут работать на более низкий диапазон как вот это и на более высокий диапазон типа как лид можем добавить сюда еще один serum снова перейти в войд и поискать что нибудь в лидах но вот этот я уже заранее знаю что этот звук я хочу использовать у него супер длинный релиз и в нем что-то происходит то есть в нем какое-то такое прикольное движение есть поэтому мы просто ctrl c ctrl v это вот сюда только пониже спустим и нажмем shift d чтобы сократить чтобы именно слышалось небольшой релиз в них то есть чтобы он немножко спадал по громкости еще на октаву ниже вообще у нас будет довольно плотная пачка и как правило в треках еды мелодия состоит и довольно плотной пачки если именно говорить про свежий альбом и вновь у меня к тебе есть просто малюсенькая просьба поставь лайк этому ролику потому что тогда его увидит большее количество людей мне от этого лайка станет очень хорошо и приятно а твои биты станут чуточку жирнее так что предлагаю сделать тебе это прямо сейчас поставь лайк спасибо теперь добавим все-таки какой-нибудь элит тоже из войда и он будет у нас играть буквально просто две ноты типа и для этого нам нужно найти какой-нибудь звук максимально легенький нет слишком резкий неплохо а вот это то что нужно по моему эту идею с лидом я взял из трека ток у него еще дополнительно каждые два такта есть какой-то такой урел типа тейп стоп эффект мы его сделаем чуть попозже пока давайте добавим не серум а фрути слайсер в том же даряки ток есть какой-то голосок и сейчас мы его тоже возьмем с лупермана вот этот воксик я возьму у него пока что всего 140 скачиваний мы еще будем довольно таки оригинальными теперь 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 можно как-то вручную это все нарезать спалить слайс если кто-то из вас знает как увеличить интерфейс фрути слайсера напишите в комментариях потому что это кошмар мышкой не прицелишься тональность голоса а м то есть чтобы поднять до dm нам нужно поднять ее на 500 центов вот так я его нарезал то есть одна фраза это один слайс и звучать он будет не так как в треке ток я хочу чтобы вот эти нотки были на октаву ниже могли бы создать для этого отдельный фрути слайсер но можно сделать гораздо проще можно просто создать слайд нотку вот здесь вот ее поставим и вот от этой нотки опустить ее на октаву то есть control стрелка вниз и сделать вот так ну и нотку можно сократить чтобы быстрее был переход и сократить наверное вот так и сделаем то же самое для вот этого места то есть слайс 2 то есть слайсер подчиняется вполне нормально слайд ноткам еще мы добавим ритма сюда дополнительным еще одним серумом и еще одним или дом вот этим он будет играть в нас подыгрывающую партию то есть типа вот так вот так вот так и вот так то есть грубо говоря те же самые ноты но с небольшим опозданием начинаться он будет не самого начала и на октаву наверно ниже или выше а как он будет сочетаться с основным лидом наверно октаву ниже все-таки теперь control b и я хочу чтобы вот здесь вот было немножко иначе вот так вот так то есть у нас будет ту-ду-ру-ду так неплохо но 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 нам нужно добавить always этот видос про это я в первую очередь сделал потому что и на ютюбе и телеграм-канале в комментах мне спамили сделай видос про это так что если у тебя есть предложение про какой-то интересный жанр или интересного артиста обязательно отпишись об этом в комментах я все комментарии точно прочитаю если будет много предложений про кого-то скорее всего сниму видос теперь наверное хочу добавить еще один басец который будет таким большим рычащим мощным басом и возьму его попробую из вот этот по моему хороший сам вот он да 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 вот этот мой любимый басец control c control v пониже еще пониже только у него релизик мы приберем да давайте 28 миллисекунд и включим always и сюда просто необходим вот такой вот 808 ага вот здесь я хочу вот так прописать но он входит в конфликт с ноты е так что просто сделаем слайд нотку какой-нибудь вот такую и типа вот так вот так более типичной партии баса для гита просто не существует но у нас будет альтернативная партия с уже другим сэмплом основную штуку я хочу сделать вот с этим басом добавим сюда бит краш от кхс после этого little radiator в нем но есть отключаю хит на максимум и и и после него джеклиф чтобы это все немножечко прибрать давайте-ка на основной бас тоже закинем little radiator только с не такими жирными настройками естественно теперь бокс на нем rc20 как-то вот так чуть-чуть уберем самый верх и немножко реверберации вот какой-то такой баланс норм добавим остальные удар ну и как обычно напоминаю что у меня недавно вышел большой принципиально новый видеокурс по битмейкингу в фл studio 20 который отлично подойдет новичкам то есть даже если ты ни разу ни разу не открывала фл studio своей жизни поэтому видеокурсу ты точно сможешь написать свой первый бит этот видеокурс стоит 4290 рублей и чтобы его заказать или узнать о нем подробнее напишите мне ссылочка на меня есть прямо под этим видео в описании так что напишите мне прямо сейчас закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки все драмки из вот этого пока и вот такой вот нехитрый набор конечно же есть еще вот этот звук про который я сразу забыл но сейчас мы это исправим каждый раз когда я с помощью ньютона ищу его пичку выдает какую-то фигню так что просто на слух и вот это тоже было неплохо но все-таки остановлюсь на ля диез и он будет на стан тон и вот этот он будет да именно так и потом татан и это будет нет да теперь если взять на октаву вниз это все и сразу я хочу с ним сделать скат и целых чтобы он сам на себя не накладывался а затем зайти к нему в настройки в моде выбрать стретч чтобы и самые низкие самые высокие ноты были одной и той же длины ну и наверное добавим клэп а потом остальные ударные погромче только и к нему с нейр который будет отыгрывать обычную ритмическую партию только без вот этого удара а здесь вот так вот так теперь хай-хеты традиционная гидовская партия я думаю стоит начать с нее 2 потише потом вот этот опыт хоть я хочу добавить чтобы его развернуть чтобы он звучал перед клэпом типа что-то вот именно так я хочу чтобы он звучал каждые два такта и тик я забыл про тик не во всех наверно треках не добывает тик но я хочу в свой добавить и он у меня будет играть практически по басу пропуская некоторые удары и еще вот такой штучкой в конце теперь я хочу добавить фишку который говорил самом начале но перед этим наверное все-таки дам немножко fresh air налит типа как-то вот так и добавим на него кхс tape stop stop time я выставлю на максимум стартаем где-то в районе 100 миллисекунд чтобы максимально быстрый был спад и очень быстрый возврат теперь жмем вот сюда жмем вот сюда правая кнопка мышки сюда create automation clip и раз в два такта он у нас будет опускаться и вот на этот заполняющий атмосферный типа звук я тоже сделаю tape stop и он будет в два раза реже вот так и со всем остальным это будет звучать вот так так я раскидал все это по паттернам теперь 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 я хочу добавить второй парт чем он будет отличаться во первых он будет отличаться в боксом жмем сделать уникальным паттерн с боксами и в новом паттерне мы клонируем эти боксы и наклоне мы заходим настроечки в range ставим 12 и задираем печь на максимум чтобы поднять их на октаву выше теперь control x control v ага теперь нам нужно его максимально сильно продлить потому что печь поднялся звуки сократились поэтому вот этот параметр задираем давайте типа вот так и паттернер на будет другой вот такой да да туту и вот то же самое например вот да это что нужно control b и будет отличие здесь вот эту паузу тоже заполним например вот попробуем вот так черт я тоже сделаю уникальным зайду сюда подниму на октаву вверх теперь сделаю слайс вот здесь и опущу вот этот звучок на октаву вниз неплохо с этим звуком поступлю точно так же а в конце я хочу сделать типа заход вот на эту нотку вот такой ты тут он сюда так и напрашивается второй ты и он будет на ноте на какой да это то что нам нужно теперь делаем уникальным басец и просто для начала перебросим его control x control в на другой сэмпл во первых его нужно сделать погромче давайте пока наверное отключим здесь вот этот пэт и наверное лид я хочу отключить да я думаю что этот паттерн в итоге таким и останется без лида и без пэда вот так если сделать вот такой заход да и наверное я на одной трети сделаем пробежку вот такую и буду да то что нужно во втором паттерне хай-хет у нас будет такое же начало потом вот так и сразу пробежку наверное на одной трети вот так вот теперь пробежку на одной трети просто растянем вот до такого состояния чтобы было тут потом две пробежки вот такие как вначале удар со снэром и вот так но это будет не единственное отличие во второй паттерн я хочу добавить вот этот open хэд мы запустим его и и кю в ноль и наверное расширим его еще немного закрытый хэд будет отличаться не только партом но еще и гроз битом я хочу вот какую такую штуку сделать и чтобы он включался только в том месте где начинается вот этот второй пар так что create automation клип включаем только вот здесь вот теперь нужно добавить немножечко буквально капельку озона на мастер в нем я возьму эксайтер в нем я возьму и майндер и наверное все ну и максимайзер конечно же на и и майндере как обычно джентл биф просто чтобы все стало пошире на эксайтере джентл тейп чтобы все стало более ярким и все теперь самое время добавить то чего здесь явно не хватает это акапелла акапелла я взял с лупермана вот она она просто офигенно звучит я изначально хотел использовать именно эту акапеллу поэтому сразу писал 141 пм и поэтому сразу выставил дм чтобы по тональности она совпала с моим бетон отдельно круто в этой капелле что в начале подстроены удары метронома так что мы можем буквально с липом чуть-чуть подстроить под свой проект и получить еще одно отличие второго паттерна которым я сразу не подумал нужен на боксе мне кажется добавить тремолотор то есть flux mini 2 бесплатный плагин я вот такую кривую нарисовал я в этом уже говорил в симки ставим 1 16 микс немножко убавим что вот этот высокий голос именно был дрожащим для него нам тоже нужно сделать автоматизацию во второй части он у нас будет включен в первый отключен еще маленький райзер я добавлю и наверное нужно ослабить немного вступления кик уберем это уберем вот это уберем и вот такой трек получился в итоге если он тебе понравился то обязательно ставь лайк этому видосу и обязательно напиши в комментариях на какую тему еще снять видос про какого артиста в каком жанре вот это вот все и снова напоминаю что недавно вышел большой новый видеокурс который подойдет новичкам чтобы узнать подробнее или заказать напишите мне ссылка в описании обязательно подпишись на канал если ты этого еще не сделал и на этом точно все с вами был стас гарф прод пока жду вас в следующем видео покрасился твое глаза чтобы забыть этот мир он настолько же ничего мне также как как а и и в и 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 Субтитры сделал DimaTorzok